о человечестве и народе Божием. «Я и ближний – одно, и все мы – одно». Главное основание единства рода человеческого – происхождение их от одного Господа. Все люди – дыхание Божие, и цель жизни нашей – соединение с Господом, от Которого произошли. «Да все едино будут, якоже Ты, Отче во мне и аз в Тебе, да и Ти в нас едино будут, да и мир веру имет, яко Ты мя послал еси». Сколь бы ни был человек, по-видимому, мал и незначителен, но почти в нем образ Божий, особенно когда он говорит, особенно когда он говорит с любовью, преимущественно когда говорит и делает дела любви. «Люди должны естественно жить во взаимной любви и взаимосохранении и не должны отделяться друг от друга самолюбием, гордостью, злобою, завистью, скупостью, необщительностью нрава. «Да все едино будут, якоже Ты, Отче во мне и аз в Тебе, да и Ти в нас едино будут». «Посмотри на муравьев, как они дружны, посмотри на пчел, как они дружны, посмотри на стаи голубей, галок, ворон, гусей, уток, лебедей, воробьев, как они дружны, посмотри на стада овец и вообще рогатого скота, как они дружны. Послушай о несметных стадах некоторых рыб в морях и реках, любящих ходить непременно стадами, как они дружны. Подумай, когда же они ревностно охраняют друг друга, помогают друг другу, любят друг друга и устыдись бессловесных. Ты, не живущий в любви, убегающий от того, чтобы носить тяготы других». «Душа и сила христианского единения есть любовь» или «три сия» — вера, надежда и любовь. «Тебе заповедь Божия повелевает, возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе. Чтобы исчезала пред очами твоими или пред сознанием твоим мнимая трудность этой заповеди, представляй всегда человечество, особенно же христианство, единым великим древом, коего корень, первоначальный и истлевший грехом Адам, а последующий, живой и животворящий Христос, поддерживающий и напаяющий всех нас благодатными водами Святого Духа. Единим Духом напоихомся. Старайся быть едино с человечеством по духу мира и любви. Когда молишься, старайся молиться больше за всех, чем за себя одного, и во время молитвы живо представляй всех людей вместе с собою единым телом, а един по-единому членами тела Христова и твоими собственными членами ясмы друг другу удави. Молись за всех так, как молишься за себя, с такой уже искренностью и теплотою, их немощи, болезни, считай своими немощами и болезнями, их невежество духовное, их грехи и страсти своим невежеством, своими грехами и страстями, их искушения, напасти и скорби многообразные, своими искушениями, напастями и скорбями. Такую молитву с великим благоволением принимает Отец Небесный. Если мы будем иметь живую, деятельную связь с членами Христовыми здесь, будем любить их делом и истинную, то и с нами будут иметь живой союз все святые Божии человеки, и о чем бы мы ни попросили их, они исходатайствуют нам сие у Христа Бога, для Которого они всем, что было для них дорого, пожертвовали, чтобы люди почитали и любили друг друга, не гордились, не надмевались друг перед другом. Премудрый Господь дал разным людям различные свои преимущества, естественные и благодатные так, чтобы они имели нужду друг в друге. Таким образом, каждый из нас невольно должен признаться в той или другой немощи и смириться пред Богом и людьми.